В эфире я, пользуясь случаем, хотел бы пригласить каждого из вас к нашему служению. Это уже второе служение здесь, в Церкви Христианской Веры. И из нашего русскоязычного служения, в Церкви Христианской Веры, город Сакраменто, штат Калифорния, мы приходим к вам в подавляющем большинстве случаев, прямо из нашего служения. Спасибо всем за то, что вы к нам присоединяете. Сегодня у нас 16 июня, год 2019, третье воскресенье месяца, третье воскресенье шестого месяца года, День Отца. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех вас, наши доблестные отцы, которые присоединяетесь к нам с этим праздником, и пожелать вам глубины отцовского сердца, Божьего сердца, чтобы оно было таким, какое оно у него. Полной любви, полной милости, полное сострадание, полное заботы, полное внимания к тем, кого Господь поручает нам. Поэтому еще раз и еще раз наши глубочайшие поздравления. И спасибо всем за то, что вы к нам присоединяетесь. Благодарность руководству телеканала «Импакт» за возможность быть здесь, быть здесь в прямом эфире от западного побережья до восточного, от севера до юга. Спасибо вам. И те из вас, которые принимают наш сигнал в кабельных сетях в равной мере, будьте предварены о том, что на телеканале «Импакт» по воскресным дням мы в прямом эфире в 12.30 по тихоокеанскому, в 3.30 по восточному времени, и также телеканал «ТБН Россия». Если вы принимаете нас и просматриваете нас в Центральный Европейский пояс, 21.30, 22.30 – Киевское время. И сейчас в равной мере 22.30 – Московское время. В следующих полчаса, пока мы в прямом эфире на своем экране, вы будете видеть номер телефона. Это номер голосовой почты. Можете позвонить, оставить свое сообщение. Если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитве, мы охотно будем молиться вместе с вами, будем молиться за вас. Библия говорит, что много может усиленная молитва праведно. Если вы предпочитаете электронный формат, можете послать нам несколько строчек и сказать о своей нужде. Повторяюсь еще раз, для нас будет большой честью помолиться вместе с вами. Церковь, давайте своими громкими аплодисментами пригласим нашу телеаудиторию в этот воскресный день. Для тех из вас, как к нам присоединяется наш базовый текст, сегодня остается тем же второзаконие, 32 глава. Тема остается той же. Мед из камня и елей из гранитной скалы. Мед из камня и елей из гранитной скалы. Как открыть для себя благодать Божью в самых неподходящих для этого местах. Уже много было сказано об этом на прошлом собрании, на позапрошлом служении. Если могу, хотел бы обратить ваше внимание на книгу Экклезиаста, 3 главу, где в 1 стихе проповедник говорит «всему свое время». Всему свое время и время всякой вещи под небом. Послушайте еще раз. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Английский перевод по существу ничем не отличается от сильно дального. За исключением одного слова. В английском переводе используется слово «purpose». Есть цель, есть смысл, говорит проповедник, за всем, что имеет место в нашей жизни. Вот если вы пришли запомнить одну вещь сегодня, я попрошу вас запомнить именно ее. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, у Бога всегда есть благодать, чтобы мы через этот сезон прошли. Он – Бог всякой благодати. У Него есть благодать для хорошего, для легкого сезона в нашей жизни. И у Него есть особенная благодать для сложного сезона в нашей жизни. Но за каждым сложным сезоном нашей жизни стоит какая-то цель, какое-то предназначение. И это наша задача, похоже, обнаружить для себя, узнать для себя. Так вот, я с уверенностью могу сказать на основании священных писаний, что цель как раз будет сводиться к тому, чтобы, проходя через сложные времена, через тяжелые времена, нам не огрубеть. Чтобы, проходя через тяжелые сезоны, нам не стать грубыми. Но чтобы, проходя через сложные сезоны в нашей жизни, сердце оставалось благодатным. Чтобы с уст вытекал исцеляющий бальзам, а не убивающий яд. Как печально смотреть. И, кстати, надо признать это. Надо быть честным, положить руку на сердце и признать, что подавляющее большинство, даже последователей Господа Иисуса Христа, проходя долиной смертной тени, становятся грубыми. Становятся черствыми почему-то, становятся неотзывчивыми. Но наш базовый текст сегодня должен быть хорошим основанием для того, чтобы я себе, ты себе, мы себе говорили. Мой камень, из моего камня потечет мед. Из моей гранитной скалы польется елей. Тяжелые времена не сломают меня. Тяжелые времена сделают мое сердце более благодатным, уста более приятным, более отзывчивым, более сострадательным, более чувствительным к человеческому горю, к боли, к слезам. Кто-нибудь скажите имен. Но что было замечено на наших служениях? Было замечено, что из камня мед не потечет. И из твердой гранитной скалы елей не польется до тех пор, пока мы с вами не поднимемся на высоту. И наш базовый текст именно об этом заявляет. Еще раз, старозаконие 32.13. Он вознес его куда? Он вознес его на высоту. И вот по мере того, как мы с вами поднимаемся на высоту, из нашего камня течет мед. По мере того, как мы поднимаемся на высоту, из нашей гранитной скалы изливается елей. Поэтому призыв сводится к чему? Призыв сводится к тому, чтобы взойти на высоты. И сколько вы думаете, священное Писание уделяет внимание именно этому? Сколько вы думаете, священное Писание делает акцент именно на это? Что уже было нами или что уже должно было быть нами усвоено? Так как повторение мать учения. Высота – это удел людей чистых сердцем. Если вы конспектируете, можете записать. Постарайтесь запомнить. Высота – это удел не всех. Высота – это удел людей чистых сердцем. Мы делали ссылку на 32 Исаии, где пророк спрашивает, кто из нас может жить при вечном пламени? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Тот, кто ходит в истине. Тот, кто говорит правду. Тот, кто презирает корысь от притеснителя. Тот, кто не клевещет языком своим. Тот взойдет на высоты. И по мере того, как мы поднимаемся на высоту, из нашего камня начинает течь мед. Из нашей гранитной скалы вытекает благодатный исцеляющий елей. Вы здесь или нет? Номер два. Прежде чем мы поднимемся на высоту в духе, мы должны принести плод духа. Глупо будет рассчитывать на высоту без плода. Помните заявление апостола Павла, я делаю ссылку на Галатом на пятую главу. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Можем выучить? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Еще раз. На эту сторону. Любовь, радость, мил, добропение, благость, кротость, воздержание. И что он говорит дальше? Он говорит дальше. На таковых. На таковых. На каковых. А вот на тех, которые обличены в любовь. Вот на тех, которые ходят в радости. Вот на тех, которые наполнены миром. На таковых нет. На таковых. Посмотрите на меня, пожалуйста. Понимаете? На них законы земного притяжения не действуют. На людей любви, на людей радости, на людей мира, долготерпения, благости, кротости, воздержания. На таковых они совершенно по другим законам живут. Люди, приносящие плод духа, поднимаются на высоту в духе. И там, на высоте, из камня течет мед. Там, на высоте, гранитная скала начинает изливать для нас потоки елея. Вы здесь или нет? Я помогаю кому-то сегодня. Давайте сделаем шаг дальше. Я постараюсь закончить, но не обещаю. Пожалуйста, услышьте меня. Вне всякого сомнения чистота сердца, вне всякого сомнения плод духа важны. Но в основании всего, в основании всего, о чем мы с вами сейчас ведем речь, лежит знание Бога. На высоту поднимаются люди, знающие Бога. На высоту поднимаются люди, возрастающие в познании его воли для своей жизни. Я уже говорил сегодня на первом собрании. Буду просить вас перейти в 90-й псалом. Вот кто изучал стилистику, то 90-й псалом написан в самом лучшее, что не есть в жанре. Потому что даже если вы первый раз открыли священное описание, вы не можете не влюбиться в первый стих. Живущий под кровом Всевышнего, по тенью Всемогущего покоится. И вот невольно возникает вопрос, а о ком речь? Кто он под кровом Всевышнего живущий? Кто он под тенью Всемогущего обитающий? Какие квалификации? Цвет кожи имеет к этому отношение? Рост имеет к этому отношение? Цвет глаз имеет к этому отношение? А цвет волос? А волосы вообще? Имеет к этому отношение? Вот некая загадочная фигура, 90-й псалом, некоторая загадочная личность, живущая под кровом Всевышнего, по тенью Всемогущего Бога покоится, и нас мы переживаем некий магнетизм. Кстати, так как первому стиху 90-го псалма не квалифицирует ни цвет кожи, ни ваше образование, ни ваш семейный статус, ни количество денег в банке, вы можете, и я поощряю вас к этому, сделать первый стих 90-го псалма своим стихом и начинать свой день с провозглашения. Я под кровом Всевышнего, я под тенью Всемогущего. Псалом 90, стих 1, это мой стих, это мое Писание. И вот он или она, или они под кровом Всевышнего живущие и под тенью Всемогущего обитающие. Не интересно ли, друзья мои, что с 3-го стиха все меняется? Такое впечатление, что вы слышите о 90-м псалме впервые. Потому что я повторяю, невозможно не полюбить 1-й стих. Живущий под кровом Всевышнего по тенью Всемогущего Бога покоится, а во втором говорит Господу. То есть акцент делается на что? У этого в первом стихе под кровом Всевышнего живущего по тени Всемогущего покоящегося есть какие-то взаимоотношения. У него язык с Богом. У него коммуникация с ним. Он говорит Всевышнему, ты щит мой, ты ограждение мое, ты помощь моя. Опс. Третий стих. А что в третьем стихе? А в третьем стихе зараза опустошающая в поле. Вам все еще нравится первый стих? А в третьем стихе стрела, летящая днем. А в третьем стихе, там вообще в английском переводе используется терроризм. Ты не убоишься терроризма в ночи. Тера байнайт. Это для человека, который в первом стихе под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего. Если мы вот так галопом по Европам читаем девяностый, мы можем что-то упустить. Он-то под кровом Всевышнего, он-то под тенью Всемогущего. И в третьем стихе всему свое время. А что написано? Там написано стрела, летящая днем, зараза, опустошающая в полдень. Что еще? Язва, сеть ловца и все остальное. Такой список, что лучше не начинать. И все это в жизни человека, который под кровом Всевышнего. И, пожалуйста, услышьте меня. Потому что, если мы влюблены в Псалом 90, стих 1, мы должны полюбить весь Псалом. И стрела, летящая днем, и зараза, опустошающая в полдень, и губительная там еще какая-то ситуация, что бы там ни было. И потом, в 15 стихе, Бог говорит, с ним я в скорби. какое благословение знать, что в каждом сезоне нашей жизни Бог с нами. Он сказал, я не покину тебя, я не оставлю тебя, у меня есть благодать для тебя, когда попутный ветер в парусах, и у меня есть благодать для тебя, когда не все так, как бы хотелось. вот тот, который в первом стихе 90-го Псалма, под кровом Всевышнего, живущий по тени всемогущего Бога, покоящийся, оказываясь в долине смертной тени, Бог говорит, я с ним в скорби. Поэтому я, наверное, могу запретить вам и тем, которые к нам присоединяются, вообще позволить даже вот на каком-то сознательном или подсознательном уровне допустить себе, что Бог меня забыл. Для Бога было достаточно забыть своего сына, чтобы никогда не забыть тебя. Запиши это, запомни это. Для Бога достаточно было забыть на мгновение своего сына, когда он совершал миссии искупления, чтобы никогда не забыть тебя. Он сказал своим ученикам, все я с вами во все дни до скончания века. Не будет ни то, что одного дня, не будет одного часа, не будет ни то, что одного часа, не будет ни одной минуты, не будет ни то, что одной минуты, не будет ни одной секунды, чтобы он покинул. Я рядом с ним, я рядом с Ним всегда. И особое благословение осознавать, что когда мы проходим какие-то сложные времена, Он с нами. Закрыти громко, Он со мной. Вам все еще нравится первый стих? Вам нравится второй стих? Третий? Четвертый? Ну, пятнадцатый нравится? Я с Ним в скорбе. Но это не то, к чему я вас сегодня веду. Давайте посмотрим на четырнадцатый. Книга Псалмов, девяностый Псалом, девяностая глава, и четырнадцатый стих. За то, что Он возлюбил меня, защищу Его или избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Вы знаете мою страсть по синодальному переводу. Я на десять часов через служение говорю, забудьте за Кинг Джеймс, смотрите в русскую Библию. Они уже скоро начнут читать по-русски. Вот сегодня перед этим доблестным собранием я должен сказать, что четырнадцатый стих в синодальном переводе девяностого Псалма лучше заменить на английский. Предлагаю английскую версию. Слушайте внимательно. За то, что Он возлюбил меня, я избавлю Его, поставлю Его высоко, потому что Он познал имя Мое. О чем мы говорили с вами, секунда и обратно? Чистота важна, плод Духа важен, но высота – это удел людей, которые познали Его и которые вырастают или возрастают в познании Его. Это в девяностом Псалме разговор об ангелах. Помните? Ангелам заповедую, охраняй тебя на всех твоих путях, чтобы ты не прикнулся камень ногой. Послушайте, посмотрите на меня. Бог говорит в четырнадцатом стихе, я никому не делегирую этой ответственности. Человек, который познал Меня, человек, который возрастает в познании Моей воли, я сам, это моя работа, это моя ответственность, я сам возведу Его на высоту. Знаете, зачем? Под тем же причином, потому что на высоте из камня Мед течет, потому что на высоте из гранитной скалы зелей вытекает, чтобы наши тяжелые времена не сломили нас, чтобы наши тяжелые времена не сделали нас грубыми, наоборот, чтобы, проходя через наши сложные времена, уста были наполнены благодатным исцеляющим елеем. Поэтому продолжаем жить под кровом Всевышнего, поэтому продолжаем покоиться под тенью Всемогущего, и даже если встретится какая-то сложность в жизни, Бог говорит, я с Ним в скорби, но не только. Я использую эту ситуацию, это моя ответственность, я никому не делегирую, я Его, я Ее, я их подниму высоко. Вы здесь или нет? Итак, высота – это удел людей чистых сердцев, высота – это удел людей, приносящих плод духа, высота – это удел людей, знающих своего Бога и возрастающих в познании Его воли для своей жизни. А теперь я спрашиваю, а кто больше всех говорит об этом в Новом Завете? Имя апостола Павел о чем-то вообще вам говорит? Две трети Нового Завета Он оставил для нас, и если не в каждой в главе, то через главу, в каждом послании сто процентов Он говорит, если надо, буду просить, если надо, буду умолять, если надо, преклоню свои колени, им буду молиться к Богу о том, чтобы вы возрастали в познании Его. Мне кажется, к концу дня, потому что послание филиппийцев было одно из самых Его последних посланий, которое было написано из тюрьмы, и Он решает, я к концу дня ставлю себя в образец. Почему и пишет в третьей главе, я все почел ситою, ради превосходства познания Господа моего Иисуса Христа, ради Него я от всего отказался. Вы думаете, легко было Ему это написать? Вы думаете, легко было Ему это сделать? Или Он просто красноречиво хотел свою аудиторию склонить на свою сторону? Но, 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 когда Он сказал, я от всего отказался, Он от всего отказался, чтобы познать, чтобы познать Его, чтобы познать силу воскресения Его, чтобы найти с Нем не со своей праведностью, но с праведностью, которая от Бога через веру во Христа Иисуса. А почему апостол Павел об этом так много говорит? Почему апостол Павел на это делает такое пристальное внимание? Потому что по мере того, как я, ты, мы, церковь, церкви, города, возрастаем в познании Бога, мы поднимаемся на нашу высоту, и там на высоте из камня течет мед, там на высоте из гранитной скалы изливаются потоки елея, чтобы мы не стали черствами, чтобы мы не стали грубыми, наоборот, чтобы мы были наполнены благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам. Это повествование апостола Павла о себе, что он не так часто делает в своих посланиях. Но он говорит немножечко здесь о себе. Второе Коринфянам, двенадцатая глава. Открыли? Господь сказал мне, я довольна для тебя благодатью моей. Это девятый стиль. Ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушистую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в престеснениях за Христа. Я был на служении в пятницу и полностью отождествился с тем, что проповедник сказал. Вот в десятом стихе второго послания Коринфянам в двенадцатой главе апостолу Павлу нужен либо психиатр, либо он что-то знает. Потому что в английском переводе используется слово I take pleasure. Я наслаждаюсь. I take pleasure. Кто может написать в своем здравом рассудке, что есть какое-то наслаждение в гонениях, в нуждах, в обидах, в притеснениях ради Христа? Хочется спросить, дорогой человек, может тебе помощь медицинская нужна? Нет. Ему не нужна медицинская помощь. Он делает акцент на то, на что делаем акцент мы уже третье воскресенье подряд.